Что мы сегодня будем делать, я не буду уже читать много текста, я просто хочу, чтобы вы следили ваши Библии. Просто пытайтесь со мной. Сейчас мы пойдем на Деяние, 1 глава, 15 стих, 22. Тут рассказывается о том, как они собрались в верхней комнате в Иерусалиме. И написано, что их было примерно 120 человек. И это должно нам дать понимание, что комната была достаточно большим. И если мы поймем правильно слово, то там, например, понимаем, что они были там пару дней. Наверное, ели вместе, общались и были в единстве. И в определенное время Петр встает. И он взял лидерство. И, наверное, все на него смотрели, потому что у него были качества лидера. Он тот был, который шел, избрал, как бы, знаешь, пошел, захватил, победил. Он всегда был готов дать слово. Но, несмотря на то, что он в этот момент взял лидерство и взял на себя это бремя, это не означает, что в последующий, после этого, он был единственным лидером. А, он говорит, католическая церковь, на самом деле, взяла вот эту вот фразу, которую он сказал, и сделала его выше всех. В это время им нужно было, чтобы кто-то взял место Иуды. Тут, если мы вот посмотрим, то это является примером тем, как должно некоторые вещи происходить в общине или в церкви. Тут написано, что мужик-братья надлежало исполнить тому, что Писание... А, нет. What verse is that? It's verse 15. Or 16. 16. В общем, он говорит, что нужно взять и найти замену Иуды, который предал Ишуа. И это место, чтобы взять и кого-то поставить вместо Иуды, это было собрание всех членов людей, которые там было. Они молились и общались. И тут мы видим, что они постились и молились, и общались между собой. И это было очень важно. И я верю, что эту же схему нужно использовать в церкви. Мне не нравится голосовать. Мне кажется, нужно молиться, поститься. А сейчас мы все голосуем в церквях. Кто за, кто против. Нет. Бог — это тот, который ставит. И нам нужно общаться с Богом и консультироваться с Богом для того, чтобы сделать решение. И вот, что происходит здесь. В 16 стихе вы можете почитать. Написано, что Дух Святой устам Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. То бишь, уже Дух Святой уже говорил Давиду, что будет впереди. И Петр говорит, что это то, что произошло, это было свершение Писания. Мы не всегда понимаем, почему. Но нам нужно понимать, что некоторые вещи, которые происходят, они должны совершиться. Он их начинает говорить «братья». Тема 120, которая в комнате. Теперь мы знаем, что там не только были мужчины. Там рассказывается о Марии и женщинах. И тут слово «братья», это означает, это тот термин, который означает «следователи за Ишуа». И Петр объясняет и еще раз указывает на то, что все, что произошло с Ишуа, это должно было для того, чтобы Писание свершилось. Когда мы подойдем к 20-му стиху, мы это все поймем. Нам нужно понимать, что свершение Писания — это важно. Но notice also here that we deal with the dual authorship of Scripture. The what? The dual authorship. Dual? Dual. Two. Ah, the dual. 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 Not a dual in any sense, but a dual in the sense of two people or two things. Dual authorship in what? The dual authorship of Scripture. The Holy Spirit, it says, spoke before by the mouth of David. So, what do we have? We have the Holy Spirit speaking to David. David speaks it out or writes it down. Okay? Dual authorship. That's what I mean by dual authorship. И тут мы видим в Писании, что существует двойное писательство. Двойное авторство Писания. То бишь, через устами Давида Дух Святой проговорил, что это случится. Двойное авторство. Есть сверхъестественный аспект. И есть человеческий аспект того, что было написано. Мы понимаем? The divine author was the Holy Spirit. Сверхъестественный автор – это был Дух Святой. But the human author was David. Но человеческий автор был Давид. Дэвид написал все дословно, что сказал Дух Святой. Okay? So, it's like me telling you my life story. You write down my life story for me. Это как я бы вам рассказывал свою жизнь, и вы писали бы мою жизнь. That's a dual authorship. Это называется двойное авторство. We call that an autobiography, I think. Автобиография. Okay. But that's the idea. Okay? We need to understand that idea, that God uses people. Вы должны понимать, что Бог использует людей. The topic that David wrote about was concerning what would happen when Messiah came, and concerning Yudas. То, что было написано, написано Давидом, это тем, что когда придет Мессия, что будет с ним и по поводу Иуды. И грех, в которой это было замешано. Okay. In verse 17, he explains the position of Yudas. He says, he was numbered among us. He was numbered among us. In other words, he was one of the twelve apostles. It says also that he received a portion of the ministry. И также написано, что он получил часть служения. Okay? Yeshua gave different... How can I put this? It's like when you look at the Holy Spirit, the Holy Spirit gives different gifts to different people. Это как, посмотрим, Yudasio дал своими двенадцатым апостолам, так же самое, как мы посмотрим, что Дух Святой разным людям дает разные дары. И, чтобы вы поняли, апостолам он дал разные служения, разные части одного большого служения. Но все были, каждый имел свое помазание в своем служении. И я верю, что в контексте тела Мессии, каждый получает дар, каждый получает часть. Paul puts it this way. We know in part, and we understand in part, and we see in part. Написано, что мы получаем частью, мы понимаем частью, и мы делаем частью. И нам нужно поставить все эти части вместе, чтобы получать полностью всю картину. И у никого нету полной картины, что он должен делать. Ни у кого нету всей силы Духа Святого, всех служений. Никто не может взять это бремя, никто не может это исполнить. Бог хочет работать через людей, которые входят в тело Мессии. Поэтому у меня иногда проблема этих больших служений. Вы там знаете, люди, которые имеют большие служения. Это лично, это моя личная проблема. Никто не должен иметь проблемы с этим. Я хочу верить, чтобы тело работало. Я хочу верить, чтобы все были замешаны в этом. Я не хочу в моей церкви, там, где люди будут сидеть на скамейках, и просто получать. Я хочу, чтобы люди смотивированы, я хочу, чтобы они были активны, чтобы они разрабатывали свой дар. Я хочу верить, чтобы они, как они идут. Я даже еще больше скажу, я хочу видеть, чтобы они добивались и достигали большего, чем я. Лучший учитель, лучший пастор, лучший служитель. Все, в чем они нуждаются. Но я так же само верю, вы работаете в команде, что мы все должны работать вместе. Окей? Окей, он получил свою часть, но, написано, он потерял, когда он предал Яшуа. Оно было потеряно. И этим же ты можешь, ты можешь пропустить это, и ты можешь потерять его на сегодняшний день. Потому что те люди, которые не будут следить и не будут идти за Яшуа, они потеряют. Окей, мы, наверное, будем об этом говорить, когда мы будем идти дальше. Окей. Его смерть. Смерть Иуды. Восемнадцатый, девятнадцатый стих. В восемнадцатом стихе написано, «Но приобрел землю». Написано, что он, но это неправда. Она была куплена первосвященниками. Но на самом деле, из-за того, что деньги были его, им пришлось купить землю на его имя. Поэтому написано что-то, и приобрел землю его. Потом мы начинаем читать, как Иуда умер. И здесь у нас нету такого, как сказать, проблем, но есть вещи, которые нужно объяснить. Я не знаю, как оно переведено на русском. Но на английском написано, «Написано, что он упал, и его живот разорвалось». И все, все внутри она. И как нам это все соединить с 23-го глава? Матвей, 27-го глава, 3-й по 10-й стих. Давайте мы это прочитаем. И тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я перед кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И бросив серебряники в храм, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники взяли серебряники и сказали, «Не позволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что цена крови». Сделавшие же совещание, купили они землю горшечника, для погребления странников. Посему и называется земля, землею крови до сегодняшнего дня. Тогда сбилось, леченное через пророка Иеремию, который говорит, «И взяли три засеребряников ценного, которого оценили сыны Израиля, и дали их на землю горшечника, как сказал мне Господь». Здесь мы видим полностью все, что происходит. Там дальше написано, что он раскачивался и принес деньги обратно. Он бросил их в храм. Пророка не хотели. И они взяли эти деньги и купили землю. И там мы видим, но это говорит здесь… А в пятом стихе мы видим, что написано, что он повесился. Как нам соединить то, что говорит Петр и то, что говорит Морфея, когда в Морфея написано, что он повесился, а в Диане написано, что у него живот разорвало, и все внутри упало на пол. Давайте еще раз запоминайте и смотрите, что это все для того, чтобы совершилось Писание до них. В Иеремии. Вот там написано, что совершилось Писание. И теперь нам нужно понимать, как это случилось. В Дмитрии 27 главе написано, что он все повесил. И написано, что он осквернил вечер города до того, как начался утро пасхальное. И не написано, кто, не написано, что, но кто-то, походу, взял, срезал его тело и полностью повел в долину Хинона. И результате того, что его, когда бросали в долину, он, видно, упал или его живот разорвалось. Вот, как оно на самом деле случилось. Девятнадцатый стих говорит, дает фокус на само поле. И написано, что «И все знали, что это поле крови». Наверное, все знали, какой ценой была куплена эта земля. И они знали, откуда были деньги. И на армейском они назвали его «Гилель-Дама». И это называется «Поле крови». И первая глава, и все время мы приходим к двадцатому стиху в Деянии, первая глава. И тут начинается объяснение, краткое объяснение то, что было сказано Давидом и Духом Святым. У Петра два местописания из Псалмов. Псалом 69, 25 стих. И теперь, Псалом 108, 8 стих. И вот слова, которые были... И вот эти местописания, о которых говорит Петр. Написано, в книге же Псалом написано, «Да будет двор его пусть, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». И слово, которое используется, которое используется тут, двор, это не означает место, которое человек придет, а это означает, это должность, которую возьмет человек. Понимаем? Это именно... Это не место, где он, знаешь, куда он придет, а это именно должность человека, что у него будет. Кем он должен быть? Греческое слово, которое используется тут, это слово, которое используется, это почти как один из... ну, синонимы, как слово, как генерал. Понимаете, вот, высокопоставленный человек. Okay. Okay. In the original context, both of these psalms are what are known as imprecatorial psalms. Imprecatorial. I knew you were going to ask that question, so I took the liberty of looking it up somewhere here. to make it clearer. Okay. These are psalms which invoke judgment, calamity or curses. Вот эти два местописания, два псалма, они собой приносят проклятие и суд. Upon one's enemies or those who are perceived as the enemies of God. На врагов, либо те, которые идут против Бога. Okay. There are a number of psalms which are very much committed to to showing forth that sinning against God or doing something, then that brings with it calamity, judgment. Есть очень много псалмов, которые рассказывают и показывают, что если кто-то будет идти против Бога, то за ним будет идти суд Божий, проклятие и так далее. And in this case it meant that he was judged and his portion was removed. Okay. It's part of the Lord. And here we see, that it's part of the Lord. 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 But he was so of the Lord. Now, as we'll see in a minute, these qualifications are to take the place of Euda, as one of the twelve. It's not in one sense the conditions that need to be fulfilled if you want to have an apostolic ministry today. It's not in one sense an apostolic ministry today. Okay. It's to, what will be written it's to, what относилось сугубо по поводу Иуды. Okay. I don't know whether I've talked here on the fivefold ministry or not in the country. I don't know, if I've talked here on the fivefold ministry of Ephesians 4.11, where it talks about what is necessary to apostles, prophets, teachers, pastors, and evangelists. Evangelists, yeah. There, it's to, what is necessary to apostles, prophets, pastors, 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 evangelists, 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 pastors. Okay. These, I believe that these fivefold ministry is necessary in the church today, and because it's missing, we have problems. And I am very busy myself with restoring the fivefold ministry. And I am very busy myself with restoring the fivefold ministry. into the church where I am, into the church where I am, into the church where I am, and also teaching on it in other places. And I am very busy myself and teaching on it in other places. Okay. Now, the criteria for the fivefold ministry is a little bit different than the one we have here. Okay? And the criteria of fivefold ministry is a little bit different than the one we have here. Okay. Now, what we're looking at then is what were the qualifications necessary for someone to take the place of Judas. And here we see that the qualifications, which should be made for the people, for the people to take the place of Judas, for the people to take the place of Judas, Okay. The replacement for Judas was to be chosen from among the hundred and twenty. Okay. And the person who has been with us from the very beginning. Okay. And Peter says that he should be one who has been with us from the very beginning. Okay. From the time of the baptism of John, it says, until the time he was taken up from us. С начала момента, когда его крестил Иоанн водой, и до того момента, как он ушел, как было Вознесение. И первый критерий, который должен был использовать, это должен был быть человеком, который прошел полностью земное служение Иешуа вместе с ними. В 22-м стихе он рассказывает, еще уточнить некоторые квалификации, как я говорил, от начала Иоанна, заканчивая тем днем, когда его забрали наверх. Потому что он должен был быть свидетелем вместе с апостолами о воскрешении Иешуа. Одно из самых сильных моментов служения Иешуа — это когда он воскрес. Понимая этот факт и понимая силы воскрешения, даст нам силы и будет нам ободрять в нашем же служении. И тот, который будет в этом группе 12 апостолов, должен был быть Иешуа с начала. И в этом, из этой квалификации, Павел не входит для того, чтобы стать частью этих 12. И здесь мы уже начинаем видеть, но уже с самого начала, разница в служении апостолов. Есть служение апостолов 12 человек, но вы должны понимать, они не были единственные апостолы. Были еще другие, которые получили это звание апостолов, как мы будем дальше читать. Есть две категории апостолов. Те, которые были с Иешуа от начала, но есть еще вторая группа апостолов, в которой мы не знаем число их. Те, которые были дальше в книге «Деяния как апостолы», они тоже входят как апостолы. Это был как Яков, Барнава и Павел. И тут мы входим, смотрим, как они выбрали 12. 23-й, 26-й стих. Есть два человека, которые подходят в категорию тех людей, которые могут быть выбраны. Во всей из 120 человек в комнате вышло два. Первый был, мы видим, как Йосиф, по его еврейскому имени. Его также звали Ба-Саббас. Сын Шаббата. Его последнее имя, его римское имя было Юстус. Второе – Матайус. Это означает «Матвей», что означает «Подарок». 24-й, 25-й стих. Эти двоих поставили вперед, и что сейчас происходит? Их не сажают на стул, рядом с стулом, и мне дают бумагу, чтобы они что-то исполнили. И мне надо показывать никаких дипломов в каких университетах. Их не спрашивают, сколько у них дипломов. И они начинают молиться. У меня нет никаких проблем с библейскими школами, с библейскими вообще университетами, или вообще с учением. Для меня это большая проблема, когда это единственный критерий, когда берут кого-то на служение, и это единственная вещь, на которой они смотрят, для того, чтобы человек был в лидерской позиции. Вы понимаете, да? Я верю, что нам нужно молиться. Мы должны видеть Бога, мы должны искать, чтобы Бог нам помогал, и шел перед нами. И вот что меня тревожит, когда мы говорим о лидерстве. Они спрашивали, «Боже, ты знаешь сердце всех». Он говорит, «Боже, ты знаешь сердце обоих». «Боже, покажи нам того, кого ты выбрал». Кто это ты? Бог. Бог. Бог должен был выбрать. А кого выбрал Господь? Кто хочет, чтобы были в служении? Это очень меня огорчает, что в некоторых случаях это не так, это не так, ну, не происходит так в церквях. В основном люди выбирают лидеров за счет их дипломов, за счет кем они были, кто они есть, нежели Бог. Каждый лидер, который будет смотреть это DVD, вы можете меня пристрелить, если хотите. Но это то, что я вижу в Писании. Нам нужно вернуться к основам. Они были, они были, они молились с Богом, чтобы, они были едины с Богом, чтобы выбрать, кто должен взять Его место. И тут в Писании четко написано, что это должен быть выбором Господа. И чтобы знать Божий выбор, вам нужно вам нужно молиться, простить у Бога и слышать Бога. Вы должны также еще заметить, что Бог не, что они молились, чтобы Бог не выбрал кто-то из этих двоих. Потому что Бог уже выбрал. Он говорит, Боже, покажи, кого ты выбрал. И Боже, покажи, кого ты выбрал. Мы должны это говорить, Боже, покажи свой выбор. это не только вопрос во время лидерства или кого-то в ослужении. Это в любых случаях мы должны просить Бога, чтобы Он показал свой выбор. Нам нужно иметь откровение Бога. Бога.